Привет, ребята, это Настя. Попробуйте быстро произнести вслух первые семь букв алфавита, например, ABVGD и EEO. И сразу же после этого посчитайте от 1 до 7. А теперь быстро повторите то же самое, только чередуя буквы A1, B2, V3… В общем, вы поняли. Переключаться между цифрами и буквами. Вы убедитесь, что переключаться гораздо сложнее, чем просто произносить или буквы, или цифры по отдельности. И это именно то, что происходит с нашей продуктивностью, когда мы прыгаем с одного задания на другого. Поэтому чтобы have a shot at — сделать все наши задуманные наполеоновские планы, нужно научиться управлять своим вниманием. То, что вы испытали, пытаясь называть буквы и цифры одновременно, попеременно точнее, называется switch cost effect, то есть цена переключения внимания. Это когда ты перескакиваешь с одной задачи к другой, то мозгу приходится перенастраивать. Как аналог представьте компьютер, который, ну, просто не тянет два очень каких-нибудь громоздких приложения, например, Photoshop и Sims. Чтобы поиграть в Sims, вам нужно выключить Photoshop и только тогда загрузить Sims. Чтобы продолжить работать в Photoshop, потом нужно выключить Sims и опять загрузить Photoshop. И такое переключение, вы можете себе представить, занимает время. И компьютер греется, пыхтит. И этот пыхтящий, задыхающийся компьютер — это твой мозг, когда ты прыгаешь с одного на другое. Исследования говорят, что на работе мы работаем над одной задачей в среднем 11 минут, прежде чем нас что-то отвлечёт. А после каждого отвлечения, как вы знаете, если давно вы меня смотрите, нам нужно около 25 минут, чтобы опять собраться с мыслями. И если посчитать, то получается, что из восьмичасового рабочего дня мы в лучшем случае по-настоящему работаем от силы часа три. Давайте сделаем эксперимент. Положите рядом с собой лист бумаги, ручку. И пока будете смотреть это видео, записывайте каждое своё отвлечение. Может, вам оповещение пришло, и вы его смахнули, даже не прочитали. Может, вы вспомнили вам, что вам нужно что-то сделать или купить. Может быть, вы решили полистать комменты ниже или посмотреть, какие видео вам ещё рекомендуют рядом с этим видео, пока вы его смотрите. Не старайтесь как-то изменить своё поведение, просто записывайте то, что происходит. Ну а пока вы наблюдаете за собой, поговорим о том, как развить у себя способность концентрироваться. Усилием воли заставить себя не отвлекаться нельзя, ребят. Это всё равно, что усилием воли заставить себя потянуться десять раз, если вы никогда этого не делали до этого. Но усилием воли можно повлиять на внимание по-другому. Во-первых, можно натренировать внимание как настоящую мышцу, и, во-вторых, подстроить свою среду под себя. Сначала немного по второй пункт, так как выполнить его немного легче. Подстроить среду под себя значит устранить саму возможность быть прерванным во время работы. Тут всё зависит от твоей конкретной ситуации. Нужно пробовать разное и со временем выработать правила взаимодействия с коллегами или сейчас, может, с близкими, если вы всё ещё или уже постоянно работаете из дома, и правила взаимодействия с устройствами. Например, со временем я поняла, что мне нужно проговаривать с домашними или гостями, например, которые у меня сейчас, что я хоть физически и нахожусь дома, но с 7.30 до часу дня каждый день, даже когда я хожу в туалет, делаю себе чай там, завтрак, «Я работаю, поэтому, пожалуйста, не разговаривайте со мной. Я в своих мыслях, я сконцентрированная». И эти разговоры легко перерастают 15 минут, бла-бла-бла, и они меня, ну, очень отвлекают. Да, мне кажется, изначально это удивляет людей. Мы привыкли даже на работе, в офисе в любое время подходишь кому-то к столу, к коллеге вываливаешь на него всё, что хотел сказать в этот момент, неважно, что он там делал. Но для моего мозга, для моего типа работы это действительно просто разрушает мою продуктивность. Если вы никак не можете договориться с окружающими по таких правилах, можно, конечно, уходить в библиотеку, например, или резервировать приватную комнату в офисе на пару часов, если у вас на работе такое есть. И второе — нужно оговорить с боссом и коллегами время, когда мы отвечаем на имейлы или на сообщения в корпоративных чатах. Потому что, конечно, есть позиции, где главная ценность твоей работы — это молниеносный ответ, это может быть какой-то сервис для клиентов. Но я предполагаю, что таких позиций меньшинство. У нас самих в команде огромная разница во времени. Только с Алиной у нас примерно одна и та же часовая зона, а вот Маше, например, находится минус 7 часов и плюс 6 часов от меня. И из-за этого я целый прошлый год думала, что у меня просто нет выбора, кроме как быть постоянно доступной в Slack, что мы ничего не будем успевать или что я буду раздражать девочек, если им полдня придётся ждать моей обратной связи. Я просыпалась и тут же проверяла Slack. Но этим летом я переорганизовала свои там блоки. У меня есть видео про планирование через тамблокинг. Я ссылку оставлю внизу, если хотите посмотреть. В общем, теперь у меня идут два блока по два часа глубокой работы с самого утра. И в это время я не смотрю email, не смотрю Slack. И удивительно, что, несмотря на то, что я теперь не подскакиваю, не проверяю Slack и не отвечаю, это никак не повлияло на нашу работу. Точнее, я стала делать гораздо меньше админки и больше какой-то глубокой работы. Ну а девочки говорят, что они не почувствовали большой разницы. Ну и, конечно, очень важно минимизировать оповещения везде. Я уже много лет повторяю одно и то же в этих видео про продуктивность, что кроме обычных звонков и банковского приложения, на самом деле, у меня выключены все оповещения. И это кажется, что ну что такого прочитать там два предложения, которые мне написали — это 10 секунд. Но на самом деле цена этому вовсе не какие-то жалкие 10 секунд, а именно переключение внимания. Помните, закрыли Photoshop — загрузили Sims. Закрыли Sims — включили Photoshop. Это твой и мой мозг, когда он прочитал оповещения. Но ещё если рука автоматически тянется к телефону даже без оповещений на нём, попробуйте правило 20 секунд. Отнесите телефон в другую комнату, чтобы дорога до него занимала как минимум 20 секунд. Ну или разлогиньтесь из всех соцсетей, там удалите приложение после каждого использования. Просто когда лакомый кусочек такой поведенческий занимает 20 секунд и больше, то обычно лень побеждает, и мы не пойдём за ним. Ну и второй способ улучшить внимание — это его тренировка, чтобы оно росло как мышца. Делаем мы это при помощи практики однозадачности. Попробуйте начать так. Ешьте без телефона и без сериала. Это, кстати, и для внимания хорошо, и для того, чтобы не переедать. Фокусируйтесь на одном действии. Если вы на лекции, если вы на рабочей встрече, сосредотачивайтесь на том, что происходит вот там сейчас. Не отвлекайтесь на телефон, на электронную почту. Смотрите видео, не читайте одновременно комментарии внизу, не просматривайте другие рекомендованные видео. Если видео такое скучное, что его невозможно смотреть, параллельно не читая комментарии, то вообще не нужно его смотреть. И это касается и моих видео, конечно же, тоже. Из-за таких повседневных незаметных привычек мы потом не можем страницу в книге прочитать, не отвлекаясь. Ну и наконец, когда работаете, используете технику Pomodoro только вместо 25 минут. Теперь я уже знаю всё, что я знаю. Я предлагаю устанавливать таймер на 45-90 минут работы и где-то 15 минут отдыха. Просто меньше 45 минут недостаточно, чтобы зайти в состояние глубокой концентрации. Ну и, конечно, больше 90 минут засиживаться не нужно. Я в рассылке номер 33 рассказывала о новом французском исследовании, которое говорит о том, что такое усталость на нейробиологическом уровне. Поэтому пересилить усталость невозможно. Продолжать работать бессмысленно, когда ты устал, и отдых просто критически важен для продуктивности. Итак, сколько у вас в отвлечении набралось на это коротенькое видео? Делитесь в комментариях, напишите, что вы думаете об этом, теперь вы когда немного осознали, как часто ваше внимание прыгает в разные стороны. И главное — продолжайте наблюдать за собой, потому что осознание того, что ваш мозг делает на автопилоте — это первый шаг изменений. А внимание однозначно можно изменить, если мы знаем, мы в курсе, что нужно изменять. Ну и спонсор этого видео — онлайн-языковая школа Lingoda, где вы можете учить английский, французский, немецкий, испанский и бизнес-английский с носителями языка один-на-один с учителем или в маленьких группах. На самом деле, интересное видео, спонсированное Lingoda, будет в сентябре, потому что там Маша уже подготовила для меня. Маша — это моя коллега. Она начала работать с нами, не зная совершенно английского, и она начала 1 января заниматься там английским. И вот мы вам просто расскажем, что за восемь месяцев произошло, какой у неё был прогресс, как она училась, что она узнала, как лучше учить язык, что ей мешало. В общем, этим я поделюсь. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу Машиного опыта изучения с нуля в группе, пишите внизу. Я обязательно найду, узнаю ответы у Маши и включу это видео. Ну а в целом, грубо говоря, Lingoda ориентирована на тех учеников, которые хотят разговориться, сломать языковой барьер и начать говорить, даже если у вас вокабуляр неполный, грамматика неидеальная. Но достаточно мало слов нужно знать, что вы имеете возможность общаться. Если это ваша цель, то посмотрите на пробную неделю у Lingoda. Она бесплатная. Вы можете попробовать или одно занятие один на один с учительным, или три занятия… Три занятия в групповое. Я смеюсь в том, что я вспомнила, что восемь месяцев спустя Маша узнала, что занятия можно букировать в любое время от нуля часов до одиннадцати ночи. Любой час из 24, а не в то время, которое платформа тебе предлагает на главной странице. Это было очень смешно, но в этом ещё расскажу. Ну да, уроки вы можете букировать в любой часовой зоне, потому что у них очень сильно носители, но они расположены по всему миру. Если будете делать пробный урок, пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой внизу. Кроме всего прочего, она вам даст 30% скидку на оплату первого месяца. И также, если вы попробовали, но решите не продолжать заниматься, обязательно на закачании седьмого дня пробной недели заканцелите вашу подписку, чтобы она не переросла в месячную, а просто вы её заканцелите, и она останется бесплатной для вас. Вот это всё до сегодня, ребята. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!